всем привет добро пожаловать на мой канал лоя арт-терапи здесь мы занимаемся творчеством здесь мы приводим мысли и чувства в порядок учимся рисовать изучаем новые материалы пробуем их смотрим как другие покупают какие-то материалы на пробу и не совершаем таких же ошибок если материал ну не очень удачный в общем все для вас и для вашего отличного настроения сегодня будет очень интересно такое видео которое я почувствовала что пора уже записать то есть это видео по борьбе с прокрастинации по борьбе со стрессом депрессия апатии и нежеланием творить последнее время я очень часто сталкиваюсь с тем что люди делятся своим своими чувствами в отношении творчества и не только творчества в отношении того что они не могут до заставить себя снова рисовать например или там не знаю кто-то занимается оригами да кто-то там не знаю вырезает из бумаги ну то есть любым творчеством да то есть у человека раз стоп и все и он дальше не может то есть просто не может преодолеть вот этот вот блок почему это происходит многие задаются этим вопросом бывает такое что просто человек не занимается до творчеством каким-то таким конкретным но он сталкивается с проблемой тревожности апатии да нежелание в принципе выполнять те задачи которые он до этого выполнял без проблем и я могу поделиться определенными лайфхаками да то есть это такое видео будет по советам по каким-то лайфхаком жизненным каким-то уроком который я для себя вынесла по тому как бороться с прокрастинацией и апатии это действительно есть такое вот такой вот очень популярное слово прокрастинация на самом деле иногда это не только откладывание каких-то дел на потом и не выполнения их а это частенько просто там не знаю ты хочешь что-то сделать тебя прям тянет но просто лень поднять руку лень встать лень заставить себя куда-то пойти до чем-то позаниматься взять краски кисточки и так далее я до сих пор не поняла взаимосвязи как-то происходит да что именно вызывает вот этот первоначальный импульс лени такой вот прям которая заставляет опустить руки совсем но я вам расскажу как я с этим борюсь смотрите у меня я вот выписала даже меня здесь есть я выписала парочку вещей те вещи которые мне очень помогли в свое время преодолевать вот эти вот но наверное застойные моменты так можно их назвать и вот теперь когда у меня наступает такой период я сразу же к ним вот автоматически возвращаюсь и все проделываю поэтому давайте я поделюсь но начнем с первого да то есть у меня выписано гулять и наблюдать вот это действительно первый пункт который я хотела бы вынести в отдельную тему это очень важно во первых когда вы гуляете вы все-таки выходите в люди да то есть вы наблюдаете за людьми за их реакциями за разговорами и в принципе выходите из вот этого особенно это касается знаете кого айтишников или людей которые но по каким-то причинам там не знаю мамочки которые по каким-то причинам там не особо выходят сами то есть они могут выходить целыми днями там не знаю гулять с ребенком но сами для себя вот они не выходят это очень важно когда они сами себе позволяют выйти побыть в одиночестве вот с собой да почувствовать что им надо то есть потому что жизнь когда ты живешь и выходишь на прогулку только с ребенком ты не чувствуешь как жизнь твоя да она именно вот вот твоя ты делаешь какой-то выбор сам да то есть ты чувствуешь как будто бы что-то постоянно тебе диктует куда пойти до чем заняться потому что обычно ну с ребенком ты идешь в определенные места где ему удобно где ему будет интересно да и конечно же в этот момент о себе не думаешь конечно же речь идет не таких прогулках речь идет о прогулках в одиночестве когда ты берешь себя ну там не знаю берешь если хочешь допустим какую-то аудиокнижку или берешь какой-нибудь какие-нибудь наушники да и музыку любимую которую давным-давно не слушал и идешь и вот в этот момент и наблюдаешь не так что ты идешь и переписываешься с кем-то а именно наблюдаешь по сторонам смотришь за людьми кто в чем одет кто куда повернулся да то есть смотришь на других потому что ты начинаешь в этот момент понимать и чувствовать что ты часть такой же такая же частичка социума как и все они ты чувствуешь себя в семье это очень хорошо поднимает общее состояние ты не чувствуешь себя одиноким потому что иногда бывают у творческих людей во время кризиса даже если их очень любят да но как бы ну понятно что в семье кто-то работает там ребенок в школе занят и творческие люди им надо наверное больше надо просто внимание да для того чтобы ощущать что они вот не одиноки и они начинают чувствовать одиночество и вот когда они выходят вот так вот и наблюдают за людьми они перестают чувствовать это глубокое одиночество потому что они понимают что они такие же как и все остальные где-то кто-то улыбнется где-то кто-то там не знаю пройдет голубей покормит там кто-то время спросит это все очень очень объединяет поэтому я люблю такое и очень советую обязательно это практиковать почаще вот второе меня написано более того кстати когда вы гуляете почему я написала на гулять и наблюдать когда вы гуляете еще надо наблюдать за можно наблюдать за собачками кошечками там не знаю какими-нибудь белочками да и таким образом вы можете даже референсы пособирать это очень классно я люблю такое делать я обычно после таких вот гулек всегда приношу какие-то фотографии красивые вот даже можно кстати еще знаете подключить спорт в этот момент да то есть на часах заводить проходочку и поставить цель что обязательно эта проходочка вывешивается с какими-то фоточками интересными да это вот будет какой-то вот спортивный интерес если на вас это влияет на меня как-то я даже не думал что влияет но оказалось что очень даже и я прям стала больше обращать внимание на то что происходит вокруг и мне даже это очень нравится вот поэтому тоже советуют попробовать наблюдать фотографировать и возможно даже подключить где-то спорт к вот этому процессу вот кстати спорт тоже очень хорошо позитивно разгружает мозг когда он вот нагруженный иногда бывает что не хочет рисовать не потому что не хочется рисовать а потому что тебя что-то тревожит ну вот спорт отлично помогает мозгу остыть да вот этот перегрузку убрать спорт прям ну это прям лучше в этом отношении да то есть если вы там не знаю ну то есть конечно арт-терапия прекрасно помогает но если речь идет о том что вы не хотите вообще рисовать да то спорт вас может вернуть в эту струю следующее следующий пункт 2 это витамины солнца то очень важно потому что на творчество это прям напрямую влияет поэтому я очень советую вам следить за витаминами да то есть если вы чувствуете там не знаю апатию вялость сонливости прочее обратите внимание возможно вам поможет витамин c возможно если вы начнете его пить до или кушать какие-то продукты которые содержат много витамина c вы увидите насколько улучшилось ваше общее состояние у меня мои вот эти вот моменты связаны либо летом с очень большой жарой когда мозг перри пережаривается я в эти моменты ну прям хожу и принимать холодные ледяные ванны и насколько это возможно максимально холодного до какую можно будет вытащить из крана вот и зимой это витамин d витамин c потому что мы не помогает то есть когда у нас снижается уровень солнышка потому что когда солнечный день меня вообще ничего не заботит все хорошо но когда вот солнечные дни заканчиваются минимальных там да то я начинаю периодически пить витамин d витамин c и таким образом улучшать свое состояние потому что это действительно влияет так что обратите внимание возможно в принципе можно пройти check up и посмотреть что не так возможно это признак того что что-то у вас вот с витаминным с витаминным составом в крови что-то нарушилась да там силу погоды и прочее прочее кстати гуляние еще и увеличивает количество кислорода до что тоже влияет на очень много процесса в нашем организме и очень важно но и на зрение влияет позитивно и на состояние опять-таки наших мозгов да то есть нет какого-то каких-то бредовых состояний связанных с тем что у нас мозг голодает и ему не хватает кислорода ну и собственно общее состояние вот эта разбитость которая может быть тоже связана с тем что не хватает кислорода да поэтому гульки обязательно гульки на свежем воздухе вот значит второе это у нас витамины солнце третье выкраски ой выкраски это чудесный кстати такой вот момент когда ты уже ну допустим ты сидишь вечером поздно уже никакого солнца и в помине нет ты думаешь чтобы поделать погулять не погуляешь витамины уже после обеда не особо попьешь потому что но не время допить витамины после обеда ты думаешь тоже делать так вот в этом случае отлично помогает выкраски вот так вот берешь любые красочки у меня есть и палитры такие которые у меня валяются где-то там но в таком очень быстром доступе тут кстати очень важно чтобы быстрый доступ потому что иногда бывает что достаточно просто чтобы тебе постоянно бросалась глаза это палитра чтобы уже захотеть ею порисовать и вот ты садишься то есть когда ты садишься думаешь ой мне надо что-то не знаю нарисовать ты думаешь да ну нет я так не хочу это надо сесть это надо подумать задуматься в общем ты придумываешь что 500 причин почему нет а когда ты говоришь себе да я просто возьму сейчас выкраску выкрашу что у меня вообще за цвета здесь что за палитра кого я туда добавила я вот уже не помню и вы начинаете это делать и вот в этот момент у вас может проснуться такое вдохновение что вы просто начинает начинаете рисовать сами того не замечая или рисуете из-за того что вы рисуете на шару совершенно расслабленной не стараясь у вас получается действительно раскрыть ваш внутренний потенциал и у вас может получиться очень даже достойная работа просто потому что вы себе разрешили ничего от себя не требовать вот поэтому выкраски это обязательно плюс знаете что еще вот я вчера у меня было такое кота сумбурное состояние вот я к и хотела рисовать и в то же время какой-то хаос такого голове я за поняла что меня очень напрягает бардак у меня вот по всем местам разным то есть меня несколько стаканчиков у меня когда все в порядке когда порядок вот есть стаканчик с ли норами есть стаканчик с карандашами есть стаканчик с кисточками толстыми тонкими дату все организовано а вот вчера у меня был бардак у меня просто в одном стакане все было и кисточки какие-то линеры в общем все перемешано меня это очень тревожило потому что во время работы во время точнее рисования съемок видео я не знала за что хвататься получалось что я не могу быстро достать нужный материал меня это очень удручало я взяла все линеры вот так прям выложила вот так вот их прям подряд вот так вот разбила по группам видите допустим меня вот сакура есть так вот здесь вот кури таки то есть вот я прямо разбила пост как поски сакура к сакури уже на этом этапе мне стало очень легко и приятно а потом я взяла свой замечательный блокнот в котором у меня ну чего только здесь нет просто все подряд у меня может смеется потому что говорит у тебя блокноты всегда в хаосе так и есть потому что блокноты это всегда мое мой выброс психологии есть такое понятие как выброс до в нейро в нейро графики когда ты берешь и там вот эмоции большая ты берешь и прямо раз 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 и все это злобно вылил на бумагу это называется выброс выброс эмоциональный у меня вот блокнота они все можно сказать для этого и служит то есть вот когда у меня начинается хаос я изливаю это в блокнот и вот смотрите вчера я вот взялась и начиная с разных брендов вот у меня сначала куритаки потом оптима граффити какой-то вот брошу меня здесь есть какой-то без названия то есть я его купила вот ну точнее здесь есть название но но все на японском вот и я мне было лень кстати это тоже такой момент когда вы делаете выкраски если вам лень что-то переводить не надо себя насиловать главное чтобы ваши вот это вот ваш процесс на введение порядок через расслабление не перешел в насилие над собой вот это очень важно поэтому вчера я расслабленно смотрел у меня нигде здесь не написано ничего кроме японского я не понимаю японский никогда не учил и не знаю его я не стала напрягать себя и искать это в каком-то там google translate я просто написал но нейм я знаю что но нейм у меня не так много таких вещей поэтому этот но нейм от именно к этому относится вот потом у не да вот по у не у не пин у не паска и вот это вот все смотрите как я золяпалась рисовала сегодня вот и вот это вот все я прям выписала да вот такие вот вещи которые вот для оформления да например вчера выписывай то все я заметила одну особенность что теперь то есть когда ты работаешь например на холсте или на хлопковой бумаге она почему-то плохо на хлопковой бумаге сохнет поэтому нужно долго ждать пока она высохнет а когда ты на такой вот бумаги вот это вот малискин о нет это легами малискин такого же формата к она гладенькая очень бумага то есть на гладкой бумаги она отлично впитывается и очень красиво выглядит посмотрите то есть это золото да вот она вот так переливается класс я вчера это обнаружила даже не поленилась попробовать вот паска у меня сакура это сакура да сакура у меня еще вот белый вот этот вот маркер есть тоже не поленилась то есть я на маркере черном решила посмотреть как белый будет выглядеть поняла что этот материал посредственной часть линнеров я просто выбросила потому что какие-то высохли какие-то сломались да то есть у меня например есть линнер очень прикольный он совершенно пустой то есть у него закончилась полностью вот видите он прям прозрачный такой знаю видно нет да вот у него белый кончик видите это потому что все там больше нет чернил и этот кончик я буду использовать для штампиков буду штампики выдавливать вот я его отложила да и посмотрела все которые все цвета я поняла как какие цвета до что оказывается какие-то цифры там на линнер ах они означают цвет чернил до что коричневых то 117 о сакуры пигмы а у черных это 49 да то есть вот такие вещи такие какие-то открытия это все через но через удовольствие вот я смотреть это все записывала мне это было приятно я почувствовала каждый материал я поняла вспомнила что у меня есть вот еще такие вот красивые серые оттенки можно тени красиво добавлять фаберка стал очень классно то есть я даже обнаружила посмотрите какой прекрасный красивый маркер от амстердам royal talents фирма которая выпускает ван гоги и рембрандт и тоже очень интересно я подумал боже какая красота почему я никогда до этого не пользовалась то они специфичные но ими можно очень удачно красивые вещи рисовать ну да потом выбрала вот другие линнер вот пожалуйста сделала выкраску вот такие вот маркеров я вам скажу так что когда я начинала это все делать я планировала вот это вот разобрать но мне так понравилось я не могла остановиться пока я не сделала выкраску вот этих вот акварельных маркеров и теперь я знаю что когда меня будет немножечко тревожить или торможить или я не смогу собрать свои мысли в пучок то сфокусировать их какое-то во что-то осмысленно я буду брать этот блокнот и вот видите у меня например я просто в один из дней не могла сесть рисовать я просто взяла как это у меня был цвет вот такое что-то непонятно да вот я там добавляла какие-то пробовала как кисть работает там какая-то просто опять-таки на шару написала дорого что дорого не знаю но вот теперь каждый раз когда я захожу открываю этот блокнот я улыбаюсь ну да дорого классный блокнот вообще здесь прям все что написано все дорого для меня важно это очень расслабляет потом вы каждый раз когда будете брать блокнотик которым этим занимаетесь у вас будет накатывать волна вот этого спокойствия удовлетворения и кстати помимо того что вы выписываете смотрите вы когда вот это вот все эти выкраски делаете вы после этого не можете взять и вот это в кучу скинуть вы все равно это структурируйте и у вас начинается то есть ну порядок соблюдать начинаете потому что понимаете что вот я прошу раз меня был хаос я ничего не могла найти я думала что меня этого нет у меня смотри сколько классного есть а я вот там не знаю какой то очередной линнер купила даже не знаю что он у меня оказывается лежит и вы будете соблюдать этот порядок и у вас будет структура в доме это очень важно вот поэтому выкраски но это не только линнер это можно все что угодно да это красочки можно абсолютно все что вы хотите после вот после этого идет у меня четвертый пункт я выписал рисовать в людных местах и я действительно согласна с этим то есть рисовать в людных местах это приносит большое удовольствие сначала во первых это смотрите но я не знаю ни одного человека который бы очень комфортно себя чувствовал самого начала рисовать в людных местах то есть человек который стесняется рисовать в людных местах это человек который никогда там не рисовал потому что сколько я знаю людей которые рисуют где-то ну на на людях да они через какое-то время горит ой это оказывается так классно а я вот никогда не рисовал и я вот попробовал мне теперь очень нравится я вот теперь так разряжаюсь да это очень классно во первых подходят дети дети практически всегда подходят и вы знаете иногда бывает такое что дети естественно подходят дети творческие они не только кстати творческие но часто очень подходит творческие дети которые даже горят а я тоже вот рисую и начинаю даже делиться работами или просят допустим если у них с собой нет каких-то работ что очень редко потому что обычно ребенок любит рисовать у него обязательно есть рюкзачок в котором он носит вот только-только нарисованы там где-то в гостях до какую-то работу вот либо они просят маму показать какие-то фоточки это очень классно вы можете познакомиться с очень интересными детьми вот очень интересные истории послушать и вы знаете один раз у меня было такое что я встретила так девочку нашла с мамой она прям не могла не остановиться она остановилась она рассказала что она рисует мы с ней познакомились и потом в конце она уходя так посмотрела на меня у нас горит у тебя классно получилось это на самом деле очень клевое ощущение было очень приятно вот поэтому я очень свету не бойтесь выходите в люди потому что вы редко наверняка себя хвалите а люди они ну кто-то конечно вы должны понимать что люди все разные да кто-то там плохим настроением на таких не обращайте внимание они в принципе на любое так реагирует поэтому просто о таких не думайте просто не думайте о таких вот и не позволяйте никому отбить у вас желание выходить обязательно выходите потому что из всех моих разов когда выходила в люди если честно я лично никогда с не сталкивалась тем кто бы но там не знаю что то сказала что я чай здесь расселась и вообще что это я за бред тут рисую то есть нет такого не было я слышала иногда бывает такое но кто знает что было перед этим поэтому ну как бы до такого теоретически чисто возможно но это не повод не идти потому что вы же все равно выходите там не знаю на улицу до ездите в троллейбусе несмотря на то что люди все разные кто знает как кто будет реагировать но вы тем не менее садитесь едите на работу например да вот поэтому советую очень прямо это поднимает настроение и возвращает вам уверенность себе потому что кстати в эти моменты не обязательно рисовать что-то серьезно например можно просто рисовать вот такие вот вещи какие-то вообще ничего не несущие да ты сейчас разговариваю чтобы расслабиться рисую какую-то абстракцию то есть это совершенно неважно что я рисую главное вот такого-то расслабление которое несет это работой и поэтому я это делаю да то же самое можно делать и когда вы выходите куда-то поэтому не стесняйтесь выходите почаще и рисуйте особенно когда у вас какой-то творческий кризис иногда бывает что знаете я сижу и рисую например что-то в кафешке кита фотографии и знаете или какие-то логотипы да у кафешки есть какой-то логотип ты сидишь рисуешь или какая-то лепнина например на стене ты себе кидаешь вызов и рисуешь какой бы он не получился результат это все равно очень круто надо себя хвалить обязательно и радоваться тому что вы вышли и порисовали это круто очень вот и потом со временем приходят какие-то очень интересные идеи где-то ты замечаешь людей которые интересны там не знаю диеты или классно сумка это все рисуешь и потом домой носишь какой-то вот такой вот своеобразный до отпечаток в памяти как можно сказать это арт арт бук вот так что тоже такой вот момент потом пробовать новые материалы о это прекрасно не обязательно покупать дорогие какие-то материалы например смотрите самые простые недорогие варианты это линнеры например линнер другого цвета вот смотрите обычно мы рисуем черными тут раз я купила коричневый линнер он очень необычный у него получается очень необычные работы сейчас я вам даже покажу вам наверняка это будет интересно смотрите у меня здесь есть такая такие работы я периодически делаю какие-то пробы разных материалов например здесь да вот здесь вот у меня нарисовано линнером новым это у нее марки у не лайнер что-то такое то от той же фирмы которая производит паска маркеры да вот у них есть коричневый цвет вот смотрите вот и вот этот вот у не пин я его использовал для базы для того чтобы нарисовать базу а потом для того чтобы уже разукрасить я попробовал вот такие вот аква маркеры которые поля с одной стороны с другой стороны кисть очень-очень классные они они размываются водой и можно просто вот как я это просто наштриховал мне было интересно как она будет ли на обратной стороне она отпечатается ли и вот кстати не отпечаталась я очень рада была вот видите потом просто вот меня какой-то день да мне было очень интересно попробовать графику именно чисто графику вот без каких-либо добавления красок да я пробовала потом смотрите коричневые маркеры да вот смотрите они как необычно выглядят да какие-то ультра тонкие линнеры это на самом деле то что недорого стоит то есть это намного дешевле допустим купить линнер чем например тюбук краски до акварель на там или еще не не дай бог если это масло то там вообще куча денег да или смотрите можно даже покупать отдельно карандаши пару цветов карандашей взяли опробовали причем можно в один раз взяли опробовали карандаши там допустим фаберка стал полихрома с в другой раз вы взяли там допустим маркеры акварельные тоже парочку штук да то есть вот это постоянно будет вас развивать и вы будете чувствовать все больше и больше силы собственных вот начинаете быть уверенным что вам все равно чем рисовать вот смотрите я то есть где-то карандашом да где-то вообще без наброска чисто вот краской где-то с набросками где-то чисто карандаш и и вот каждый раз когда вы рисуете во первых вы пробуйте материал вот это я попробовала маркером вернее линнером таким толстеньким да я сделаю определенные выводы я поняла что толстый линнер не очень мне нравится в моих работах поэтому надо все-таки братья более тонко это даже не линнер вот я сейчас посмотрела как написано это не линнер это медиум перо от лами ручки вот я поняла что надо брать только тонкие вот тут например работа она вот мне понравилось я купила попробовала изограф который я долго не решалась в такой из граф ротринг да вот мне очень понравилось как он рисует он как какую-то такую вообще интересную дает линию и вот посмотрите каждый раз вот это мой артбук 365 до 366 в этом году вот но когда я начинала я не ожидала что у меня такое будет вот и вы знаете это очень сложно но я сделал очень такой важный вывод для себя что несмотря на то что это очень сложно я поняла что есть дни разные вот смотрите в какой-то день вы что-то рисуете например одним материалом потом просто но нет сил вот это вот вот я понимаю прекрасно что это просто день когда у меня не было сил вообще я то ли болела то ли что я просто не могла ничего я просто передала это через линии да то есть здесь есть какая-то даже тенюшка глубина там не знаю какая-то мне понравилось я когда нарисовала подумал просто вроде не напряжена но классно мне понравилось вот это я пробовала нарисовать дачи с загигулина мидо вот этот как она каракуль именно техника по моему каракуля как вот каракуль шубки есть да вот каракуль такой вот и как присужит эти с гигулина загигулина и получаешь что-то дельное вот и собственно вот такое да там я пробовала нарисовать креветку потом меня куда-то понесло причем это все было зеленой ручкой потом я вспомнила что касса луна сейчас до старее еще ну в общем вот это вот все и я каждый раз когда смотрю на эти работы я понимаю что именно проба разных материалов и разных техник смотреть это я купила новую эту кисть я вам показывала ее уже эта кисть от плоская кисть от рублево прям плоская она классная такая и вот я ею пробовала рисовать тоже да в общем вот пробы разных материалов пробуйте потому что это очень сильно вас расслабляет пробуйте рисовать в разных техниках пробуйте рисовать разные вещи никогда не позволяйте себя остановить там не знаю вы не уверены как нарисовать я поэтому не буду это рисовать рисуйте 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 потому что помните что в каждом годе у вас минимум 365 дней когда вы можете нарисовать хотя бы одну работу и у вас за год будет триста шестьдесят пять рисунков а это говорит о том что вы можете рисовать все что угодно потому что рисуя каждый день чье-то лицо через год вы уже будете очень классно портреты рисовать просто потому что у вас будет опыт хотя начиная этот эксперимент вы допустим вообще не умеете рисовать да поэтому никогда не позволяйте себя себе запудрить мозги вы все можете и в этот момент у вас появится желание творить потому что вы чем больше вы будете каракуль рисовать тем больше у вас будет получаться и тем больше вы будете вот этой уверенностью питаться и собственно появится опять желание творить смотрите еще у меня последние такие вода 6 и 7 пункт почти последний это отдыхать навести порядок да это очень такие вроде ну несущественные да но очень важные моменты когда у тебя что-то не получается первым делом пойди помой посуду наведи порядок пропылесось это очень хорошо разгружает мозг это все равно что пойти позаниматься каким-то спортом но спорт это очень специфично не всегда хочется а вот навести порядок там не знаю помыть лишнюю тарелку пойти постирать что-нибудь это то что и пользу принесет и вам поможет поэтому вот я когда очень допустим там что-то меня тревожит и улечна расстраивает я и думать посуду у нас есть посудомойка на я перестала ли им пользоваться потому что и прошу своего ребенка делать то же самое до меня многие спрашивают почему у вас же есть посудомойка а я говорю потому что мытье посуду этому антистресс это медитация которая очень помогает расслабиться и людям особенно людям у которых есть такая проблема как с двг к сожалению я не понаслышке знаю что это такое с каждым годом это сложнее сложнее контролировать да как бы и так получается что у меня свое у ребенка как бы наоборот усиливается у меня усиливается в силу наверное взросл возросления и не знаю мозг он как-то меняется и наверное это усиливает вот но я заметила что когда я мою посуду мне это очень прям очень круто помогает и то же самое я смотрю по ребенку вот поэтому советую вот прям помыть посуду навести порядочек что-то даже вплоть до того что там не знаю лежит вот так вот да вот что-то валяется у вас там когда вы хотите там сесть сначала разложите аккуратненько и вам сразу станет легче вот это вот я по себе хотя я в принципе люблю творческие беспорядок я люблю когда я не из тех людей которого так вот да там садится за работу и выстраивать все по линии там до что-то но прям идеально было нет не думайте я вообще не такой человек я человек house вот и для меня вот такие вот вещи они даже но то есть когда слишком чисто даже я прям иногда даже побаиваюсь подойти вот но когда прям хаос и все навалено ты думаешь а как хочу подойти это же надо сначала навести порядок подойти и потом сесть прислать да ну нафиг не буду я сегодня рисовать а вот если вы подходите с мыслями а я наведу порядок просто и все и не думайте что я сяду просто навести порядок вы очень удивитесь когда вы увидите что вы уже навели порядок и уже сидите рисуете у меня так очень часто бывает но для этого конечно нужно чтобы у вас было какое-то место где вы действительно можете сесть и порисовать вот хоть хоть не знаю хоть на балконе там не знаю где угодно это место должно быть но оно должно быть что вы могли там сесть и без проблемно и в принципе чтобы у вас там вот лежала пару вещей где вы могли в любой момент подойти и порисовать вот и конечно же последнее если вы не хотите там не знаю пользоваться вот этими вещами да то есть вот этими методами то тогда конечно же начинаете рисовать арт-терапию потому что арт-терапия вы просто садитесь берете нужные материалы включаете мои видео да допустим там мои или чита если вам понравится у кого-то конечно же главное чтобы вам это помогало вот и начинайте просто повторять за человеком порой мы не хотим мы боимся начать что-то рисовать по собственным да то есть думаешь а что я я не уверен что я хочу что-то рисовать я не знаю то ли я хочу цветы то ли я хочу ноги женские нарисовать то ли я не знаю вообще шапку хочу нарисовать или вообще еду то есть ты не можешь определиться а когда ты садишься за арт-терапию то за тебя по сути до определяется тот кто ведет эту арт-терапию и это очень расслабляет то есть вы перестаете в этот момент вы полностью свободно от выбора вам не надо делать выбор за вас как бы делать этот выбор по сути ведущий арт-терапии да то есть специалист по арт-терапии и таким образом вы очень хорошо расслабляетесь и можете действительно добиться какого-то эффекты после этого кстати чаще всего и приходит да то есть желание творить потому что пока вы рисуете повторяйте за кем-то у вас обязательно появляется какой-то какая-то мысль какая-то идея что-то сделать как-то вот это все добавить какие-то элементы что-то попробовать и вот в этом случае последнее что я советую да это обязательно записывать блокнот вот если вам пришла идея не ленитесь возьмите запишите в блокнот да там не знаю бабочки вот пришла идея я хотела бы порисовать бабочек сразу запишите просто одно слово бабочка потом когда придет время вы обязательно вспомните почему вы так написали но поверьте это будет очень очень полезно потому что сейчас вам кажется да я помню я я все помню а когда пройдет время на не знаю буквально пять минут она может просто эта мысль как-то уйти и все и уже вы не помните поэтому записывайте я стала вот записывать и этот мой хаос это позволяет немножечко до структурировать хотя никто конечно же не застрахован от того что но человек написал и больше в этот блокнот не лезет у меня есть такие блокноты которые я нахожу через год например конечно же мы никто не не застрахован от этого но это всегда очень интересно потому что через месяц через год через два даже найдя этот блокнот вы сядете с удовольствием вы будете читать вот я думаю что вот этих вот уже способов более чем будет достаточно чтобы побороться с вашей прокрастинации с вашей апатией да и какими-то неуверенностями в себе своих возможно силах или же сомнениях стоит или не стоит надо или не надо вот так что обязательно пишите попробовали ли вы что-то из этого пользуетесь возможно вы уже используете этот метод потому что все мы к одному в принципе поле информационного подключены поэтому иногда очень удивляешься сколько людей мысли также как это я тебе казалось что ты один одинешь не в этом огромном большом мире а вот я очень рада была сегодня с вами поделиться этими лайфхаками заодно я виде как видите и себе немножечко что-то порисовала что-то такое абстрактно но тем не менее она мое вот потом я могу еще углубиться и порисовать линнерами да там не знаю и что-то даже интересно получится вот но чтобы вы не рисовали обязательно не забывайте себя хвалить потому что вы самое ценное что у вас есть самое важно что у вас есть поэтому обязательно хвалите себя гордитесь собой любите себя а я вам желаю творческих успехов отличного настроения будьте здоровы будьте в гармонии всем пока пока